всем привет несмотря на то что видео я назвал pandas data frame хотел бы я поговорить несколько другом pandas и data frame это некие конкретные решения то каким образом мы храним данные по каким-либо наблюдениям то есть то что мы хотим исследовать это всего лишь конкретное решение а нас интересует больше другое какой существует подход в data science для хранения данных в основной какие основные вещи мы делаем над данными то есть какие какого рода операции вот эти моменты я хотел бы больше затронуть нежели конкретно pandas например хотя мы его немного посмотрим все же я хочу скажем так общий подход рассмотреть и так общая идея что у нас мы мы активно используем линейную алгебру линейная алгебра но мы знания вот из этого соберем только самые-самые минимальные то есть нам не нужно знать всякого рода там нам не нужно знать каким образом происходит преобразование грубо говоря из из н мерного в м мерное пространство нам нужно вот по крайней мере на первых порах в принципе вот это преобразование если вы знаете и это хорошо то есть у вас более глубокое понимание существует но линейную алгебру главным образом используют по другому берут и используют самые простые операции по типу умножения обратные матрицы умножение на скаляр то есть самые примитивные операции а почему потому что наши признаки наши признаки наши признаки и наши вернее наше наблюдение наше наблюдение вот допустим у нас м наблюдений и н признаков мы складываем в одну большую матрицу если мы работаем с классическими подходами то есть когда мы рассматриваем самые обычные формы обработки данных то есть я не приплетаю сюда обработка картинок например там уже присутствуют не матрицы там рассматривается тензоры то есть трехмерная то есть опять же m и еще одно измерение может потом если руки дойдут и коснусь этой темы тоже но самый популярный самый основной подход когда мы начинаем знакомиться когда мы погружаемся дата сайс мы работаем именно с матрицами то есть у нас есть м наблюдений и какое-то количество признаков и ну вот их складывают в одну большую матрицу если вы уже знакомились с теорией которая лежит за медатами машинного обучения например линейная прогрессия то могли встретиться с этим фактом что там активно используется линейная алгебра мы записываем уравнение какой вот так вот тоже то есть матрица на матрица наблюдений умножаются на признаки на веса вернее и получается у нас ответ игре с крышечкой связи с этим связи с этим что у нас активно мы как мы храним вот наши данные матрицы мы должны по крайней мере понимать следующие вещи скалярное произведение это допустим у нас матрица 2134 он если мы хотим умножить на 3 то есть на некий скаляр то матрица сохранит свой размер но каждый член матрицы будет умножен на 3 то есть соответственно здесь 6 3 9 12 вот во что это у нас выявится когда мы хотим вычтить из одной матрицы другую матрицу мы можем это сделать только-только когда матрицы одной размерности и тогда мы просто по соответствующим позициям делаем нужную нам операцию то есть пусть это вычитание или сложение умножение работает немножечко по-другому пока рассмотрим вот сложение вычитаем то есть мы просто если допустим здесь 1 2 и здесь 1 2 это индекс 1 2 и здесь 1 2 то мы из матрица берем 1 1 из матрицы b берем 1 1 и складываем то есть давайте какой-нибудь пример самый простой возьмем 1 2 3 4 вот здесь это матрица а и матрица b допустим 5 6 7 8 тогда сложение 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 будет 1 плюс 5 6 2 плюс 6 8 тут 10 12 окей дальше поехали еще одну еще минимум три важные операции нужно понимать это умножение матриц умножение матриц матрица 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 ну допустим матрица м на м вот на давайте лучше м на к м и м все же произносится очень похоже так и к на а вторая матрица к на а тогда мы получим новую матрицу при умножении м на а 10 следующая идея мы строку скалярно умножаем на столбец то есть берем первую строку первый столбец и вот у нас получается индекс 1 1 и здесь мы скалярно умножаем два вектора по сути дела то есть он вот это же это же вектор и это вектор и если мы скалярно умножим мы в итоге получим какое-то число скалярное умножение векторов а 1 а на б это просто а ладно естественно у них должна быть одинаковая размерность поэтому здесь отказ отпадает а и т то есть это просто сумма произведений ладно ладно я все же надеюсь что вы все это прекрасно знаете просто краткий краткий очерк что нужно помнить обязательно такс в связи вот с тем что мы производим зачастую операции над матрицами то здесь сложность сложность операции умножение матрицы это получается m умножить на к умножить на а то есть вот такая сложность поэтому если вдруг вам придется ну самостоятельно реализовывать или где где-то умножать помните что порядок умножения матриц зачастую будет иметь важное значение то есть как мы все знаем в матрице мы можем умножать только в том порядке вот так и это плохой случай и это все же единичная матрица допустим матрица а матрица b и матрица c то есть вот так вот и вот и вот так вот очередность и вот из-за этой сложности время может быть очень-очень различным так дальше поехали следующая вещь это транспорнирование транспорнирование матрицы транспорнирование матрицы допустим у нас есть матрица а два три четыре пять шесть семь и если мы хотим ее трансформировать обычно это буковка т то это у нас превращается два четыре шесть три пять семь то есть вот если у нас a и t j и t было да то мы просто индексы поменяли a j то есть вот что происходит то есть просто разворачиваем индексы и пишем создаем новую матрицу транспорнирование нам удобно если мы хотим какое-нибудь умножение матрицы например сделать иногда бывает выгодно в другой формат перегнать естественно когда мы хотим например перемножить два вектора то один вектор у нас должен быть столбчатым а другой должен быть ммм то есть один вертикальный другой горизонтальный вектор и тогда мы получим конкретное число ну то есть скалярное произведение число поэтому поэтому нам когда у нас два вектора оба допустим горизонтальных нам нужно один из них транспонировать так следующим еще о чем поговорить это обратное обратные матрицы то есть это как это когда вот у нас есть матрица мы умножаем ее на обратную матрицу и мы получаем единичную матрицу единичная матрица напоминаю это вот здесь вот по диагонали единицы а там нулей во всех остальных местах то есть тоже весьма популярная вещь так все это нужно когда мы будем преобразовать данные каким-либо образом когда мы будем использовать какие-нибудь алгоритмы чтобы это понимать вот вот самую базовую линейную алгебру нужно знать еще нужно напомнить что не каждая матрица имеет обратную матрицу ну и матрица только квадратная должно быть такс вроде как основные идеи по сказал проблема вернее зачем это вот все мы работаем работаем в наших библиотеках с признаками которые хранятся в виде чисел каких-то то есть у нас наблюдение наблюдение с признаками пришли да и там числа это же матрица и мы будем делать различные операции над ними чтобы их эффективнее делать нужно быть не пугаться этой линейной алгебры и спокойно ее применять такс ладно давайте на этом я с линейной алгебры покончу теперь то есть мы выяснили что наши признаки хранятся в матрицах матрицах дальше поехали кто плохо знает там линейную алгебру тот и возьми пускай возьмет какой-нибудь курс курсов в принципе очень много по линейной алгебре возьмите именно курс а не читайте книжку причем по самым базовым вот этим вот операциям такс если нужно будет глубже то рассмотрите глубже самые вот эти главные вещи которые нам нужны это умножение матриц сложение умножение на скаляр то есть тут умножение матриц сложение вычитаний умножение на какой-нибудь скаляр транспонирование знать обратную матрицу что это такое где она используется знать что такое единичная матрица такс ладно давайте все таки теперь перейдем дальше теперь смотрите есть язык r и там есть такая абстракция называется data frame data frame в ней собственно и хранится наши матрицы по сути дела затем вот эта абстракция перетекла в pandas и спак скала 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 то есть одна и та же идея распространяется на множество языков на множество на множество платформ поэтому я и не вижу смысла застревать например на конкретно на пандасе или в спарке смотреть data frame или в эре смотреть data frame это не имеет никакого значения да синтаксис будет отличаться и некоторые возможности подходы там будут отличаться но концептуально это все об одном и том же то есть у нас есть большая матрица большая матрица и мы хотим над ней что-то сделать например мы хотим вышли не только определенные столбцы допустим если у нас матрица м на к допустим а мы хотим взять м и здесь к минус ну допустим з то есть вынуть только определенные столбцы вынуть по условию сделать какие-нибудь преобразования 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 если надо то матрица добавить еще один столбец и вот с матрицей с матрицей да вот со всей вот этой матрицей большой мы обращаемся к ней через функциональности то есть тот кто работал да все вы должны были работать с SQL в том или ином виде то есть вы работаете с SQL скажем так не на низком уровне записывая какие-нибудь циклы а работаете на верхнем уровне то есть говорите так выберите мне то-то из всей и здесь сохраняется тот же подход то есть мы используем векторизацию ну или по-другому можно сказать мы используем здесь активно функциональный подход и даже не функциональный а было бы сказать мы активно используем декларативный подход то есть мы больше зацикливаемся на том что мы хотим сделать с нашей матрицей а не описываем конкретные степы чуть позже мы посмотрим например как можно это было бы сделать то есть очень близкое рост вот у этих дата фреймов с SQL и там что мы в SQL могли делать фильтровать находить отсекать групперировать считается среднее какое-нибудь и все это тоже самое делается с дата фреймом то есть дата фрейм по сути дела это таблица в памяти можно еще так себе воображать это всего лишь таблица в памяти так теперь дальше поехали вот у нас есть некоторые признаки категориальные да? или факторные если вы работаете в категориальные признаки они записываются как фактор но факторные но если мы работаем в пандас пандас да? или в этом как его называются то? ну в спарке то в чистом категории нормальном виде все же там не работают то есть что я имею ввиду любую надпись например mail нужно будет перевести в какое-нибудь конкретное число или допустим ну даже вот если название машины аудио ну ауди да? то есть нужно будет переформатировать в какое-нибудь число допустим 12 как работать с текстом я буду говорить отдельно когда дойду если дойду до обработки там все же нет там идея та же самая то есть мы возьмем слова и все их закодируем цифры мы работаем напоминаю с матрицами нам нужно чтобы там все все было в цифрах наши алгоритмы они работают именно с цифрами а не вот с этой писаниной ручной поэтому все наши признаки рано или поздно должны отобразиться в виде цифр так теперь продолжим про эти факторы вот допустим у нас есть какой-нибудь признак давайте я по простому возьму секс пол да и там встречается традиционные два подхода две градации male и female female как это у нас преобразуется это у нас преобразуется допустим в единичку а это в ноль дата фреймах дата фреймах дата фреймах дата фреймах есть такая интересная функция она так или иначе она может по разному называться но скажем так название ее примерно общая которую вы можете встретить это даме даме variables то есть общая идея какая берется какой-нибудь категорииальный признак где вот прямо вот такая описание имя фреймах и трансформирует их вот допустим если у нас здесь два значения всего трансформирует их в два столбика где одно значение будет то есть появляется столбик male и другой столбик female вот что делает даме variables и здесь допустим если у нас предпринять что это первое наблюдение это второе наблюдение то у нас трансформируется вот из одного столбика в котором есть две градации в два столбика то есть это общий подход то есть нам нужно каким-то образом из цифр ой из букв все это рано или поздно перевести в буквы ой цифры и вот такой традиционный подход существует неважно на какой платформе вы это делаете алгоритмы не понимают вот это им нужны нолики единицы им нужны цифры или давайте чуть более сложный пример возьму допустим season season а давление не один два три четыре пять допустим у нас есть summer winter autumn допустим еще раз autumn и spring 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 вот если мы воспользуемся операцией даме вэриблс то это у нас смотрите здесь четыре градации так соответственно у нас появится три четыре дополнительные а раз два три четыре четыре дополнительные колонки одна будет spring вторая winter третья autumn и последняя spring и собственно вот вот так и превращается здесь будет один а здесь здесь будет один там 0 0 0 0 0 0 так и и и так где это у нас последняя а там последний spring значит здесь 0 0 0 1 ой 1 то есть вот во что превратиться и теперь внимание один столбец нужно обязательно удалить вот после того как вы воспользовались даме вери былс она присутствует вот во всех вот этих а дата фреймах так или иначе вот это и вы должны обязательно один столбец удалить почему например вот этот вот вот потому что здесь проблема схожа с мульти коллинеарностью то есть когда вот одно значение вот здесь по сути дела оно определяется уже другими значениями и в самом деле вот этот нолик допустим здесь он не играет ник он не важен то есть когда вы здесь все нули это уже подразумевается что здесь print это излишняя информация это повторение информации в один в один и алгоритмы которые используются в машинном обучении они сильно страдают от этого когда один столбец полностью повторяет другой столбец по своей сути если мы здесь вот еще раз присмотримся внимательно и здесь есть вот этот столбец он нам абсолютно не нужен то есть мы значение spring всегда сможем посчитать без него то то есть когда вы здесь одни нули это уже подразумевается что здесь spring если где-то здесь единичка то соответствующий season так ну давайте теперь немного практики то есть основные идеи я сказал то есть линейная алгебра что у нас существует такой подход дата фрейма то есть это некие таблицы некие таблицы а а а так так вот я подключил пандас нам пай ну и пару библиотек ой пару дата фрейма здесь что смотрите пандас это надстройка над нам поем а нам пай это библиотека по сути дела ну нумерикл то есть про числа но мы ее используем главным образом как матричные вычисления умножение то есть допустим у нас нам пай дот и допустим вот вектор так дот это умножение то есть вектор здесь 26 это я умножу два вектора скалярно в принципе здесь надо транспонировать вектор по-хорошему но вероятно здесь библиотека это уже автоматически делает то есть нам пай это библиотека для матричных вычислений мы ее используем таким образом там есть множество интересных плюшек но нас как интересуют именно матрицы матрицы да и с нампаем мы напрямую нет можно работать можно не работать но все же лучше работать с пандасом для анализа данных пандасом прикольней вот здесь я им уже воспользовался пандас давайте посмотрим как он выглядит под вот это ну допустим айрис 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 вызову х и посмотрим давайте три наблюдения вот они три наблюдения так здесь надо было дропнуть еще давайте ну заодно посмотрим дропа колонс а а а копирую т и и с и и с то есть надо еще написать in place in place что что это значит давайте теперь айрис и так поехали то есть как мы видим это обычная таблица ну да чтобы вот вот обычно таблица признаки вот нам наши наблюдения вот наши признаки то есть матрица особенности операции мы совершаем двумя стилями на месте либо произведя операции и по сути дела сделай сделай сделаем новую новый датасет новый дата фрейм вернее то есть помните пандас либо на месте делается либо производит новую сохраняя старый то есть если бы я вот здесь вот не написал бы in place true очень многие операции так к слову так работают ну допустим давайте теперь посмотрим так сейчас я подниму отлично то есть вот это вот строчка делает на месте а вот здесь обычные все операции они совершают какое-то действие на дата фрейма и производят новый дата фрейм не меняя прежний поэтому как мы видим я хоть и здесь умножил скалярно каждый элемент на два но я получил новый дата фрейм старый у меня сохранился то есть я здесь по идее должен сделать был присваивание какое-то то есть как мы видим вот это скалярное произведение где да теперь каким образом можно выбрать столбец пандас он работает как мапа где колонки название колонок являются ключами если по у меня ключи написаны без пробела без пробела то я могу использовать их как некое свойство вот если у меня присутствуют присутствуют пробелы то я должен вот таким образом обращаться так ну давайте вот здесь вот чуть ниже сделаю то есть пандас как мапа ключи это всего лишь название колонок если вам нужно несколько колонок выбрать выбрать то вы так и передаете то есть вы передаете список вы передаете список названия вот если вам вдруг нужны не колонки а вам нужны сами наблюдения то мы здесь передаем уже не название не название колонок мы передаем здесь индексы то есть сейчас мы будем передавать скажем так некий range допустим 0 ну допустим давайте не 0 а 4 4 9 вот 4 9 то есть когда вы передаете название колонок вы передаете или список названия колонок вы сортируете по колонкам когда вы передаете вот range по сути дела то есть когда вы передаете интервал то вы получаете именно именно запрос по строкам это первый подход как работать с дата фреймом то я хочу подчеркнуть что дата фрейм представляет собой не что иное как коллекцию особого типа серии то есть каждая талонка это всего лишь одна серия это просто имейте ввиду и когда вы будете комбинировать совершать какие-то модификации что не все можно сделать с серией что можно сделать с дата фреймом и наоборот то есть когда мы одну колонку то мы из дата фрейма из дата фрейма видите превращаем в серию так разобрались и еще хочу каким образом показать мы обращаемся к именно можем столбцам здесь у нас к данным существует два подхода это допустим iris log и ilog вот помимо того что я вот показал вот ранее да просто обращаясь именно как map здесь существуют скажем так отдельные методы где мы по сути дела просто перечисляем ну давайте ну давайте что-нибудь log давайте i log i log это значит что мы обращаемся к столбцам и к как их называются то столбцам и к строкам через числа допустим 0 2 0 2 так таким образом что ли да я с кавычками поставил то есть пишем i log и вот я вырезал по сути дела вот этот вот квадратик то есть мы задаем и колонки и строки и таким образом вырезаем если нас интересуют все строки то мы первое отвечать за строки второй за колонки то мы вот и там огромный список ставим двоеточие ну собственно как обычный лист работает все очень очень похоже если нас интересует например только вот пять значений и все колонки мы точно так же делаем вот если нас интересует только определенная колонка ставим число мы здесь вернули определенную колонку мы опять получили серию серию ладно то есть а ну хорошо еще скажу что помимо вот цифрового подхода да колонкам еще существует именной подход лог здесь нам нужно передавать именно 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 название ну допустим специи специи а здесь колонки ну то совпадают в смысле здесь не именные колонки а цифрами поэтому здесь то есть оставляется ну и вот то есть специи и сэпл как мы видим да то есть как как попросил так и отдал сэпл допустим ну давайте вот я сыпал и поэтому ну вот то есть снова интервал задом то есть petal width length вернее petal length угу то есть вот такие у нас подходы чтобы вырезать нужный кусок чтобы вырезать нужный кусок если мы хотим новую колонку создать то мы поскольку я уже сказал что мы дата фрейма обращаемся как к мапе соответственно ну допустим я здесь напишу new column а new column хотя давайте new и давайте я присвою всем значение единички и теперь iris то есть я сделал на месте head ну и вот new все значения у меня здесь единичка это новое если вам нужно удалить эту колонку так не нул да а а то есть нельзя просто нул ну ладно здесь можно вот так сделать вот как я вот здесь делал дроп так не то есть это вот там создать удалить теперь ммм очень интересной особенностью у нас является каким образом мы делаем запросы каким образом делаем запросы допустим вот у нас и я хочу взять все наблюдения все наблюдения где ну допустим вот spices равно ну нулю так что это неправильно я сравнение делал ну и вот все наблюдения которые у меня с нулем как мы видим то есть мы помимо того что здесь передаем можем передавать название столбцов таким образом обращаясь как мапе мы еще можем передавать некую маску то есть некое условие можно было бы отдельно создать маск то есть это некий булевский булевский вектор по сути дела ну давайте я его явно напечатаю вот true false true 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 false то есть некий булевский вектор который я просто передаю и в итоге у меня отбираются нужные признаки здесь что важно подчеркнуть что когда мы ставим несколько условий несколько условий нам нужно использовать битовые операции и или а не обычные and то есть допустим у меня вы давайте я маску 2 сделаю iris с все полвы допустим больше трех и четырех маск 2 ага ну вот 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 то есть мы используем здесь битовые сравнения а не пишем вот вот это не прокатит окей если вы условия пишите прямо вот здесь вот на месте не отдельно маски то то есть в отдельные переменные не выносите эти маски то вот здесь нужно скобочки заключайте чтобы проблем не было хорошо то есть каким образом вы можете сделать эти маски вычленять данные вычленять данные добавлять данные вроде мы поняли да угу 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 вот то что я вот сейчас рассматриваю пандос да вот пандовский датафрейм но на самом деле в эре в эре все происходит то же самое вот вот допустим у меня язык у угу допустим вин так винтес это у меня что такое так давайте посмотрим объект не найден так сейчас мы его подгрузим ну давайте вот этот вайн ага так сейчас директорию подгружу подгрузил территорию подгрузил дата сет угу угу ну давайте посмотрим как он выглядит вайн собственно вот в эре то же самое то есть просто матрица это тоже дата фрейм на котором мы можем совершать разного рода действия так если я хочу типы посмотреть то я использую стр стр то есть и там и там присутствуют матрицы и поскольку у нас все идеи пришли из r вот работа с дата фреймами то то здесь то же самое можно делать ну допустим вот я хочу только первый и второй столбик так вот первый второй столбик то есть то есть будете вы работать в дата фрейме панас пановской версии или в эре все очень очень похоже немного пару дней может будет непривычно но общей идеи одна и та же спарк я уж открывать не буду там ну тоже очень очень много всего заимствовано но ближе к использованию этих как он называется то ближе к использованию скаловских коллекций но тоже активно используются идеи именно как в эре то есть мы здесь просто работаем с одной большой матрицей различными способами ничего особенного а раз так ладно показывает как так то есть мы можем ставить условия я это показал как вычленять это показал работать с индексами показал вот эти индексы колонки вы это можете переименовать как это сделать посмотрите самостоятельно многие функции которые там всякого извращенные есть найдете самостоятельно перечислять все функции это какой то ну это не нормально вот кстати слово sex male female давайте посмотрим как можно использовать dummy dummy variables pandas видите здесь уже вот пример ага get get damage get damage get damage get damage get damage а вот а вот колонс давайте сделаем значит так титаник вот он я хочу секс только преобразовать нет get get н понял Гедамис, кол, колум, колумс, поскольку у меня только одну колонку, я могу сразу значение, ой, значение передать, если вам нужно несколько колонок преобразовать, то мы делаем, передаем список и, так, что там еще было передать, а, дату, а, дата, а, неправильно сделал, то есть мне нужен PD, Титаник и, ну, Axis, да, мне нужно еще передать, мне нужно еще передать Axis, или не нужно, ну, давайте посмотрим, какой результат, так, Sirius, Ага, здесь он работает прямо напрямую, да, а, дата фрейм, Гедамис, а, ну, давайте так и сделаем, то есть Титаник, Ага, так, ладно, сейчас па па, ну вот, вот я сделал преобразование, то есть вот из этой колоночки из этой колоночки sex, male, female получил два столбца один мне просто нужно удалить допустим я мог взять female только и затем вот его использовать допустим титаник sex в смысле update сделан update ну и все титаник вот у меня sex up и сейчас я могу дропнуть вот эту колоночку ненужную то есть вот таким образом мы преобразуем катерегиальный признак по сути дела в количественной хотя ладно не точно сказал по сути когда мы преобразуем катерегиальный признак представленный в виде букв в цифровой формат и это очень важно пан вот этот эскалерн который вы будете подключать методы машинного обучения они не работают они не работают в открытую с этими вот с таким форматом это вам не 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 это вам не r так здесь немного продвинутей он факториальные признаки сразу вычленяет так так это ник стр и проблем особо на самом деле никакой не возникает когда мы бери работаем с катерегиальными признаками это делается скажем так за сценой за ширмой и здесь вот методы они уже учитывают тот факт что некоторые признаки у нас факториальные и они автоматически некоторые методы по крайней мере точно они делают вот эту работу вот эту работу то есть get dummies преобразование вот из буквенного формата в цифровой формат за вас и здесь даже вот видите где это фактор вот фактор name вот фактор фактор всего с двумя уровнями то есть male female его значение 1,2 1,2,2,2,1 и так далее да здесь к слову еще стоит подчеркнуть r отличается от множества языков программирования здесь индексация начинается с единицы поэтому мы видим здесь 1,2 а не 0,1 то есть здесь вот векторы матрицы мы индексы начинаем именно с единицы такс вот как мы работаем значит с dummy variables значит так фильтрацию сделал ну давайте еще что-нибудь простое значит групп 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 ну допустим вот по сексу а а а а а допустим среднее значение то есть мы сделали группировку и теперь посчитаем в виде среднего значения или допустим не среднее значение а максимальное значение максимальное значение ну и как мы видим у нас вот что-то почитал за это глупые подсчеты поэтому давайте что-нибудь вот у меня есть инкам это эти статистические методы здесь лучше подойдут более осмысленно а не здесь плохо тоже плохо ну давайте тогда айрис вернемся к нашему айрису группай значит так специй и допустим максимальные значения возьмем вот для каждого для каждого типа цветка мы достали максимальные значения то есть не знаю сипал длина чешелистика и высота леска что-то вот такое как-то это переводится не знаю точно ну вот максимальные значения достали и сгруппировали можно делать фильтрацию дополнительно группировку удаление но это в принципе я уже вам предлагаю на самостоятельное обучение самое главное понять что вот этот дата фрейм это не что иное как большая матрица или как большая таблица искольного типа мы к ней обращаемся именно как SQL таблица то есть те же самые запросы все очень очень похоже то есть можно прямо вот так написать query и прямо вот допустим species равно ну допустим единицы вот все то есть можно прямо делать запросы как вы делаете в этом таблице базы данных или что еще это вот один подход другой подход это когда вы используете именно на как называется как как матрица то есть можно делать разного рода вычисления скалярное произведение здесь например если вы хотите преобразовать какой-то новый столбец например давайте вот этот один столбец я вычлению умножу на 2 то есть по сути дела я сделал генерацию нового признака может сделать на основе других вы можете их плюсовать то есть а это не что иное уже как матричное сложение двух векторов то есть можно генерировать новые признаки если такая потребность есть и это зачастую есть смысл вот если мы вернемся например к титанику да титаник да я хочу их только достать вот смотрите здесь вот да надо было еще поговорить о значениях значениях некоторые методы некоторые методы что в языке r что в этом в пандасе они работают не совсем как таким образом как вы ожидаете если там присутствуют отсутствующие значения и вы должны позаботиться об этом ну ладно я хотел немножечко по-другому сказать вот о фьюче инженеринге вот например посмотрите вот у нас здесь значение 22 38 то есть возраст но вместо того чтобы вместо того чтобы вот так вот жестко привязываться да конкретным значением можно было бы раскидать по корзинам например самые маленькие допустим малыши до 5 лет потом дети то есть более крупные группы определить и работать уже с ними такс уже за час вышел уже за час вышел но пожалуй повторюсь что рассказывать вообще а ладно подождите еще обязательно стоит сказать о вот так не summary а а describe здесь другая функция describe ну давай describe 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 а я из пропустил то есть можно вот таким образом вынуть некие статистические общие данные допустим стандартное отклонение среднее сколько всего у нас значений то есть везде по сотне квантили квартире вернее то есть первый второй то есть та же самая медиана третье максимальное значение или вы можете явно взять попросить то что вас интересует мин вот выдалось ну еще напомню что к пандусу идут сразу некие некие графики простые графики которые используют matplotlib то есть вот я построил очень простой простую кистограмму так ну давайте поговорим о еще дроп дроп она и здесь можно выбрать по каким вы хотите дропнуть здесь лучше не арис поскольку там у меня все данные присутствуют а титаник использую то есть по строкам или по столбцам ну и естественно вы получите меньшее количество данных на этом я предлагаю закончить хотел лишь сказать ранее что все разбирать все методы которые возможно применить к вашей задаче нет смысла методов вот это вот библиотека пандус предоставляет огромное количество или R в датафрейме там тоже их очень много смотрите читайте документацию там все очень классно стэк оверфлоу тоже там тоже очень все классно то есть вы всегда найдете ответ на ваш вопрос нужно лишь уяснить две основные идеи что это одновременно вы вот с вашими признаками обращаетесь как таблица и как к матрице то есть в зависимости от того что вы хотите сделать и обращаетесь в декларативном стиле то есть используйте викторизацию то есть используйте скажем так функциональный подход декларативный подход к работе к своим к этим к этим признакам ладно о различных трансформациях я еще поговорю по ходу дела когда будем касаться каких-нибудь вещей но общие идеи вот такие на этом я пожалуй закончу те все полчаса Продолжение следует...